Позвольте приветствовать вас на круглом столе, посвященном началу эпохального события, изменившего ход истории современной Абхазии, началу грузино-абхазской войны, отечественной войны народа Абхазии против агрессии Грузии. На нашей встрече присутствуют люди, которые принимали непосредственно участие и самое активное участие во всех событиях, имевших место на конуне войны и в ее ходе. Мы услышим ценнейшее свидетельство очевидцев и участников тех судьбоносных событий, итогом деятельности которых стала победа нашего народа в этой тяжелейшей войне и как результат воссоздания независимого Абхазского государства. Победа народа Абхазии была бы невозможна без сплочения всего народа, без умелого и решительного руководства ее выдающегося лидера Владислава Ардзенба, без самоотверженности бойцов абхазской армии, нещадивших жизни в борьбе за свободу страны, без бескорыстной помощи братских народов Северного Кавказа, адыгов, абазин, чеченцев, осетин, дагестанцев, без поддержки абхазской черкесской диаспоры во всем мире, без помощи дворобольцев из России, Приднестровья, Южной Осетии. Все эти усилия слились в единый кулак, который в конце концов отбросил врага за пределы священной территории Абхазии, с тем, чтобы никогда больше не возвращаться. Нация рождается в муках. В ходе этой войны, которую абхазское руководство стремилось избежать, и которой нашему народу было навязано, родилась новая общность народа Абхазии, и возникло новое государство, республика Абхазия, Абсны, которая в 2008 году была признана Российской Федерацией, а затем рядом других стран. Абхазия все еще не оправилась от военных ран, но с помощью нашего стратегического союзника, истинного друга Российской Федерации, экономика страны и ее инфраструктура восстанавливаются, у Абхазии есть будущее. Сегодня на нашем круглом столе мы вспоминаем о том, что предшествовало грузино-абхазской войне, как народ Абхазии консолидировался накануне конфликта в виде общенациональных общественных организаций, как был организован контакт с темой поддержки со стороны народов Северного Кавказа, каковы были начальные этапы организации вооруженного отпора противнику, как были организованы фронты, каковы были действия диаспоры, как реагировали национальные общины на военные усилия страны. Эти и другие вопросы кратко осветят участники нашей встречи. Повторяю, их воспоминания бесценны, их устами говорит история Абхазии. Мы рады приветствовать чрезвычайного полномочного посла Республики Абхазии Михаила Александровича Шургалина. Благодарю, что вы приняли участие в нашей встрече. Это очень символично, когда мы вспоминаем огромную роль России в процессе урегулирования грузино-абхазского конфликта. Именно военное присутствие России в Абхазии является самой эффективной гарантией незавновлением войны и сохранением прочного мира на Абхазской земле. А теперь я прошу почти минутой молчания память всех патриотов Абхазии, всех добровольцев, пришедших на помощь нашему народу, всех тех, кто пожертвовал своими драгоценными жизнями во имя свободы и независимости Абхазии. Хочу сказать о той ситуации, которая складывалась вокруг Абхазии, в рамках той Грузии, в которой Абхазия была автономой, за пределами этой страны после середины 80-х годов. Ясно было, что уже с середины 80-х годов, когда центробежные силы стали доминировать на советском пространстве тогдашнем, Грузия выделялась особо. И вот несколько моментов я хотел бы здесь просто осветить, на мой взгляд, которые имеют принципиальное значение. С конца 88-го года в Грузии произошла реанимация идей грузинского ученого, историка Павля Ингароква, который говорил о том, что Абхазы – это грузины, что есть абсуйцы, а Абхазы вообще для Грузии, в нашем понимании, это пришлый элемент. Эта идея, которая в свое время была раскритикована теми же грузинскими многими учеными, она была широко подхвачена националистами и имела свое дальнейшее освещение. На мой взгляд, и сегодня удивительно то, что вот издавалась такая газета, которая называлась «Учительская газета». Уж казалось бы, газета, которая должна сеять добрая, вечная и так далее. Это была газета «Орган мракобесия» грузинского. Причем с каждым новым выпуском. Казалось, дальше некуда погружаться в бездну ненависти ко всем иным. На русском языке? Кроме как лозунг «Грузия для грузин», он активно внедрялся, он активно пропагандировался. И еще раз повторюсь, удивительно, что вот эта газета была как бы органом. И тогда именно началась вот как бы битва ученых наших и грузинских сквозь призму истории на взаимоотношения абхазов и грузин, на место абхазов на этой территории. У нас были выдающиеся ученые, которые ни в чем не уступали нашим оппонентам из Тбилиси. Другим событием важным я бы отметил тот сход, который имел место 18 марта 1989 года, Лыгинская так называемая, сход, который принял обращение, суть обращения, то, что речь шла о том, что Абхазия должна быть самостоятельной республикой. А 9 апреля 1989 года, значит, в Тбилиси прошел митинг. Главная цель этого митинга была фактически ликвидация абхазской автономии. И вот показательно то, что говорил Звиад Гамсахурдия, что абхазской нации вообще не существует. Что мы поможем им самоопределиться на родине, на Северном Кавказе, туда, откуда они пришли. И вот это вот, то есть идеи Инга Роква в новом освещении были предподнесены господинам Гамсахурде. Эта идея широко внедрялась в Грузии, она хорошо воспринималась, надо сказать, этими товарищами. И следующей датой важной я бы отметил в том мероприятии, которое имело место в том же в 89-м году, 25 мая, открылся первый съезд народных депутатов СССР, на котором с блестящей речью выступил 1 июня Владислав Григорьевич Арзенба, который дал всему советскому народу, а тогда популярность этих прямых трансляций, я думаю, сегодня многие бы позавидовали эфиры, рассказал историю взаимоотношений абхазо-грузинских, и вообще о абхазском этносе, о его месте в современной истории, на этой территории, где мы находимся, и вообще в рамках той страны, в которой мы существуем. Это было открытием для очень многих. И для нас, абхазов, это был такой бальзам, что у нас есть такой лидер, который в состоянии с этой высокой трибуны, где был представлен фактически цвет нации, говорит о том, что такое Абхазия, и что Абхазия – это не Грузия. Вот лейтмотив его выступления, который был тогда. К сожалению, потом начались другие события. Значит, грузинская общественность никак не хотела отступать от своих псевдоидей, и таким оселком, противоречий стала попытка открыть Сухумский филиал Тбилисского университета здесь, которое, к сожалению, привело к жертвам. Я должен сказать, что вот этот фон политически, он сопровождался, если так можно сказать, материальным фоном. Дело в том, что был создан фонд Мираба Костава, это был один из идеологов современного грузинского национализма. Этот фонд занимался тем, что покупал жилье у тех, кто покидал Абхазию, представителей других национальностей, для грузин исключительно. Я могу вам поделиться собственным опытом. Был момент, когда я решил, была возможность поменять двухкомнатную квартиру на четырехкомнатную. Это был дом, который входил в Гагарский территориальный совет по принадлежности по курорту и туризму. После того, как мне удалось это все оформить, я не буду говорить, насколько это было все тяжело, я могу сказать одно, что директор Гагарского курорта советов по туризмам собрал коллектив, орал на них, как могли разрешить Абхазу купить квартиру в нашем доме, когда фонд Ковстава готов был оплатить ее любому грузину. Я просто хочу, чтобы мы поняли друг друга, я уже больше 10 лет был руководителем предприятия в Гаграх, не последнего предприятия, был членом городского совета, горкома партии. Но если со мной так обращались, вы можете себе представить, каково было Абхазам в тот период вообще что-то получить в рамках вот той Грузии, о которой мы сегодня говорим. Я думаю, поэтому не случайно вот эта вся политика, которая шла против Абхазии, позволила академику Сахарову, я считаю, очень здорово, что у нас одна из центральных улиц в нашей столице носит его имя, назвать Грузию малой империей. Причем, сказал он это в интервью журналу Аганеву, которому руководил тогда небезвестный Коротич. Это было очень важно для нас. Следующим моментом я бы отметил референдум 91-го года. Я как бы такие рэперные точки обозначил, а на самом деле все это время шла борьба. Грузины не отказывались от своих идей, они приезжали, значит, приезжали, устраивали митинги здесь, в столице, в Гаграх митинги устраивали, на ПСО устраивали митинги, шествия, в общем, это нескончаемая была борьба, но референдум очень показателем о сохранении Союза СССР. Значит, 57% населения Абхазской СССР проголосовало за то, чтобы остаться в рамках СССР. Референдум проходил, как и по всей территории СССР, 17 марта, а вот грузины 31 марта организовали свой референдум, на котором они решили выйти из состава СССР, но я думаю, тут характерен один момент, значит, все же это шло на фоне Грузия для грузин и остальные национальности, если они хотят жить в Грузии, они должны учить язык, они должны мыслить как грузины, думать как грузины. И очень интересно то, что бюллетени, которые выдавались при проведении грузинского референдума, были разные, то есть грузинам выдавались бюллетени на грузинском языке, русским на русском, абхазам на абхазском, осетинам на осетинском, азербайджанцам на азербайджанском, армянам на армянском. Значит, говорилось это все как бы, ну, показать срез, на самом деле, значит, власть пыталась понять, какая группа этническая, как чувствует себя в рамках той Грузии, которую они себе провозгласили. Напряжение такое, которое было здесь, оно шло и у наших братьев в Южной Осетии, причем даже раньше шло там, значит, но шло по нарастающей. И получилось так, что в ноябре 89-го года в Гамсахурде я организовал огромный поход, несколько тысяч, цифры разные там, от 20 до 40 тысяч людей, которые пошли на Осетию и фактически блокировали Южную Осетию. Причем, перед тем, как двинуть свое население туда, звезд Гамсахурде позволил себе несколько крайне оскорбительных выражений, когда назвал, что Осетина это мусор, это его прямая речь, и что мы свернем им шею. Естественно, за этим наблюдали мы, и не просто наблюдали, в той же Осетии уже были наши добровольцы, ребята, которым честь и слава за то, что они принимали так там участие. Это был тот фон, на котором происходили вот эти все события. Далее надо отметить, что в нашей уже истории в 92-м году, значит, я думаю, мои коллеги по тому парламенту помнят, когда Каркарашвили совершил, так сказать, поход на ПСОУ. Поход на ПСОУ, там, не сказать, что большая группа вооруженная, но самым вызывающим был тот момент, что несколько БТР и так далее, он получил здесь у того контингента российских войск, который здесь стоял. Это как бы была поддержка выражена. Значит, дошел он до ПСОУ, дальше они трубили, что вся Абхазия у них уже под контролем, там, выпил несколько стаканов воды, значит, из ПСОУ, да, и что установил контроль над всей Абхазией. Но это был очень редкий случай, когда Абхазский парламент все вместе, в том числе и с грузинским элементом, который у нас был, потребовали, чтобы вернулись они назад, что очень редко и абсолютно не характерно для того, что имело место у нас. Дальше такой момент. 21 февраля 92-го года Временный военный совет грузии, значит, принял декларацию о приоритете Конституции 1921-го года, в которой нас фактически не было в этой Конституции. В ответ 23-го июля 92-го года Верховный совет Абхазии восстановил свою Конституцию 1925-го года, фактически объявивая о своей независимости от Грузии. Самый интересный был международный фон. Грузия активна, несмотря на то, что были вот эти, значит, конфликты и в Южной Осетии, и в Абхазии, Грузии, тем не менее, 31 июля 92-го года, буквально за 15 дней до начала войны, приняли в ООН, а перед этим приняли в ОБСЕ. Не могу не отметить еще один момент. 20 мая 1992-го года на Назарской дороге, значит, грузинами была расстреляна группа осетинских беженцев. Это вызвало очень огромный, большой негатив, не только в российской общественной среде. Я помню, что среди первых, кто подписал письмо против политики Грузии в отношении Осетии, был академик Лихачев. Ну и в мире это имело соответствующую огласку. После этого имела место Дагомысская встреча. Вот я о ней несколько слов хочу сказать отдельно. Она состоялась 24 июня 92-го года в Дагомысе, где было подписано соглашение о принципах мирного урегулирования грузино-осетинского конфликта. Для нас важно понимание следующего. Значит, 15-го мая 92-го того же года было Ташкентское соглашение, по которому бывшие страны СНГ получали долю вооружения, которое положено им. СССР, 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 бывшей республики СССР. Грузия не была членом СНГ, и ей по этому положению не полагалось ничего получить, но уж получилось так, что в нарушении Ташкентского соглашения после встречи в Дагомысе, значит, российское руководство выделило Грузии. 220 танков, большое количество артиллерии, самолетов, вертолетов и так далее. Я просто хочу напомнить, многие помнят это, что Сергей Шойгу, который тогда командовал смешанным миротворческим контингентом в Южной Осетии, убеждал президента Ельцина, что ни в коем случае это оружие передавать Грузии нельзя, что оно будет использовано по прямому назначению, что практически и произошло. есть такое мнение в нашей среде и не только в нашей, в научной среде сегодняшней, что именно там, в Дагомысе, значит, Шеварнадзе пообещал о том, что Грузия вступит в СНГ, если ему дадут буквально 2-3 дня, чтобы малой кровью успокоить, утихомирить Абхазию, и что это добро он получил. Ну и вот то, что произошло 14 августа 1992 года, вот это эти танки, эти самолеты, эти вертолеты, которые Грузия получила в нарушении Ташкентского соглашения, они обрушились на Абхазию. Я хочу сказать, что грузинский национализм, к сожалению, не получил отпор ни в рамках бывшего постсоветского пространства, ни на международной арене, где авторитет Шеварнадзе был доминантой, и все это привело к тому, что началась война, которая для нас является отечественной войной народа Абхазии. В период перестройки, когда появилась возможность и о том, о чем здесь говорил Леонид Иванович, на съезде народных депутатов всему советскому народу рассказать о том, что происходило все эти годы в Абхазии. Так вот, в таких условиях была создана организация народной формы Абхазии Айтгалра. Возглавлял ее Алексей Иночевич Гогуа, потом уже возглавил ее я. За это время, конечно, было многое сделано для того, чтобы консолидировать абхазское общество вокруг этих идей наших национальных. И мы помним, с какими столкнулись проявлениями шовинизма. Я даже зачитал бы некоторые такие моменты, с чем приходилось сталкиваться в то время. Вот писатель Сила Гадзе, который в газете «Литературная Грузия» от 11 сентября 1988 года пишет «В Грузии ничего не должно быть негрузинского. Негрузин тоже должен стать грузином в Грузии». Но такие высказывания, конечно, вселяли тревогу не только среди абхазского населения, но и среди народов, населяющих абхазскую автономию в то время. Это как раз таки и подтолкнуло к тому, что вокруг Айтгала стали объединяться и другие национальные общины Абхазии, такие как армянское благотворительное общество Крунг, греческое Ирены, славянский дом, и другие организации общественно-политические, вот Демократическая партия Абхазии тогда в то время и многие другие. Короче говоря, все, кроме грузинских национальных организаций, объединились в единый такой союз. И был проведен, если вы помните, даже съезд в Абхазском драматическом театре, где был создан вот этот союз общественных организаций. Это было сделано накануне предстоявшего референдума за сохранение СССР. Все-таки мы сумели провести референдум, и больше 50% населения проголосовали за сохранение СССР. К этому времени, кстати говоря, был принят закон о порядке выхода союзной республики из состава СССР. По этому закону в случае выхода союзной республики СССР автономии, которые входят в эту союзную республику, самостоятельно должны были решать, выходить или оставаться в составе СССР. Ну вот, когда был всесоюзный референдум 17 марта 1990 года, Грузия не приняла участие в этом референдуме. Аубхазия принял участие в этом референдуме за сохранение СССР, фактически заявил о том, что она остается в составе СССР. В то же время Грузия провела свой референдум за выход из СССР. И фактически получилось так, не Going фактически, а юридически получилось так, что Грузия вышла из Абхазия оставалась в составе СССР. Тем более, что председатель Верховного Совета Абхазской СССР Владислав Арзенба продолжал оставаться членом Верховного Совета СССР и председателем подкомиссии по работе с автономией, если вы помните. Таким образом, развод наш с Грузией произошел совершенно законным путем и причем по инициативе самой Грузии. Поэтому всякие разговоры о нашем сепаратизме не выдерживают критики. А сами выборы, вы помните, на Народный съезд СССР как происходили, в какой борьбе, как пытались дискредитировать. И депутатов, которых мы избирали, мы из состава нашего народа постарались выбрать самых достойных людей. Там были Владислав Арзенба, Фазиль Искандер, если вы помните. Вот так вот нагнеталась обстановка. Я помню наше участие, как мы организовывали этот референдум, как представители власти Абхазии, грузинской национальности, приезжали к нам в город и пытались препятствовать участию населения города в этом референдуме. Население города – это показательно. Это интернациональный город, шахтерский город, и там работали вместе и грузины, и русские. Много осетин было, кстати, у нас. Ну, представители всех национальностей, даже корейцы и китайцы были. Я вам должен сказать, что участие в этом референдуме приняло большинство населения, в том числе и грузины участвовали в целом. Показательно, что во время войны, когда из города Кварчал вывозили, грузины потребовали вывоза оттуда грузинской национальности людей, я ездил с этой комиссией туда, грузины, жившие в городе, отказались выезжать. Поезжали, потому что они понимали, что если они покинут этот город, уедут, то никогда больше туда возвратиться не могут, а чувствовали себя там нормально. Никакого притеснения не было ни со стороны Абхазов, ни со стороны других, никого, так сказать. Они жили там, продолжали жить. Они остались и по сей день живут, многие из них там. Это, так сказать, такое. Но, конечно, референдум, он показал настроение людей, он показал, что жить дальше в этой атмосфере, в такой атмосфере невозможно. Общий фон какой был, это Советский Союз шел к развалу. И понятно, что в этой ситуации все искали возможности выжить и найти такую, так сказать, нишу. И так устроить, чтобы вот этот развал, значит, меньше всего ощущался бы, наверное, какой-то Абхазии национальность, знаете, небольшого числа людей, оставшиеся в Абхазии. Остальные где были? В Турции, в Сирии, так сказать, весь Ближний Восток заполнен был нами. Как они туда попали? Это целая история. И вот, значит, нам все-таки, значит, удалось этот референдум провести, но кто смотрел на результаты этого референдума? Да, конечно, Абхазия проголосовала за то, чтобы остаться в Советском Союзе, в составе Союза. Таким образом, по закону она вышла, но окончательного решения Верховный Совет так и не принял. Верховный Совет должен был подтвердить решение референдума, значит, вот проведенного 17-го, а он не смог это сделать. Не смог ли никакого СССР? Да, СССР. Он не подтвердил, и поэтому юридически окончательно вопрос не был решен. Хотя фактически, так сказать, он был решен, но де юре не было этого решения. Да если бы даже такое решение было, грузины не посмотрели бы на это. Почему им нужно было начать войну? Вы помните отношения наши с грузинами в течение многих веков, они складывались по-разному, тут историки знают, лучше меня могут сказать, но все вело к тому, что наше присутствие на нашей земле, Абхазии, для них было большим несчастьем. Они хотели освободить эту землю от Абхазов, делали все для того, чтобы, вспомните, даже вот период, который близок к нам в Советскому Союзу, в 21-м году СССР Абхазия была, в 21-м году. Через месяц буквально там она стала договорной в составе Грузии. Ну, какие-то права остались там. В 31-м году, через 10 лет, Абхазию вообще лишили всяких этих прав и сделали автономной республикой. Это единственный народ, единственная республика, статус которой постоянно понижался. Дошли до автономии в составе Грузии, имели конституцию, правительство, все так красиво расписано на бумаге, фактически никакой автономии не было, фактически была полная, так сказать. Но само наличие автономии, это было укором. И что нам говорили, вас 17%. А каким образом у нас стало 17%? Даже во время войны, да, когда, так сказать, переселение наше насильственное произошло в другие страны, Абхазия опустела. И вопрос стал, кем заселить Абхазию? Ну, кто? Ближе всех были мегрельцы, грузины, так сказать. Ими заселяли, заселяли и другими, но в основном, значит, заселение шло оттуда. И этот вопрос даже государственный был, кем заселить Абхазию. Да, и таким образом демографическая ситуация дошла до того, что у нас оказалось 17%. 17%, то есть, и 17% они имеют автономию. Ну, что это такое? Это недопустимо, надо было лишить. И последним средством в этой цепи, значит, трагической судьбы нашей, или, можно сказать, геноцида, окончательная точка должна была поставить война. Она должна была очистить эту землю от Абхазов. И все было бы спокойно. Кому мешали 17% Абхазов в Абхазии? Большинство было грузин. К сожалению, должна вернуться в прошлое. Я хочу в довоенный период вернуться. Потому что, вот мне кажется, очень важно, как грузины пытались грузинизировать Абхазию. Вот я тогда работала, ну, я еще политикой не занималась в конце 90-х, а то, с чего мы начинали этот разговор. И я работала в Абхазском государственном университете, преподавала всеобщую историю. И там было три сектора, наверное, вот многие люди знают. Русский, абхазский и грузинский. И вдруг грузины, вот когда вот эти начались такие антиабхазские у них настроения, они потребовали, чтобы создали грузинский университет в Сухуме. И они обратились к властям грузинским, и они согласились. И решили открыть в Абхазии филиал Тбилисского государственного университета. И очень это нас тревожило, потому что, как вы, наверное, многие знаете, тогда уже давно был открыт еще в 1952 году Грузинский институт субтропического хозяйства. Это то, в помещении которого сейчас находится Абхазский университет. И это привело к тому, что в Грузию, в смысле из Грузии в Абхазию, переехали более 4 тысяч человек. Это студенты, которые обучались, и более 200 преподавателей. Так что вот открытие такого Тбилисского университета в Абхазии, это тоже привело бы к тому, что число грузин выросло бы. И это очень тревожило всех, и поэтому мы вот там в Агу выступали категорически против этого. И, кстати говоря, я вот помню, как у нас было совещание, и там вот Дмитрий Гулия, это был завкафедрой всеобщей истории, это внук великого нашего писателя Дмитрия Иосифовича Гулия. И вот он сказал, что нам надо обязательно учебник по истории Абхазии сдать. И мы все его, конечно, поддержали, а грузин, преподаватель, который там присутствовал, он сказал, нет, никакой истории Абхазии не существует, есть только история Грузии. И это, конечно, тоже способствовало ухудшению наших отношений абхазо-грузинских. И мы стали протестовать и не допускать, хотели того, чтобы открыли вот этот Белийский университет. Ну и это тоже способствовало, конечно, началу военных действий. И, наверное, многие из вас знают, что первые такие вот военные, ну, кровопролитные столкновения произошли вот на этой почве. Если перейти к добровольческому движению, к помощи Северного Кавказа и юга России, для мира это очень странно все это выглядело, когда началось вот это движение, когда люди хлынули через горы сюда, в Абхазию. Меня я тогда был в Грозном, меня спрашивали, там очень много было корреспондентов, представителей с Запада. Один корреспондент английский спрашивал меня, сколько вы платите этим добровольцам. А я перескакиваю. Я говорю, мы им платим благодарностью. Ну, символом добровольческого движения для меня и для вас, я думаю, это султан Сосналиев. Этот символ. Хотя, ну, Шамейбов, там много фамилий можно назвать, но султан Сосналиев это был. Ну, такие люди рождаются, как у нас говорят, сто лет. Раз в столетие. Раз в столетие, может быть, и не рождаются. Я с ним встретился в Грозном, и тогда я сразу почувствовал, что этот человек, на которого можно надеяться, на которого... Ну, у нас начиналось это все, это вы помните, начиналось. Когда я несколько раз, мне приходилось напоминать в парламенте, что не ведите себя на нашем соратниках грузинского происхождения. Ну, вас мало, там, 17 процентов, что вы хотите, чего вы... Скажите спасибо, что у вас и это есть, и скоро и это потеряете. Ну, такие же выступления были. Я говорю, вы столкнетесь с такими речами, с таким мышлением, с такой стеной, что вы лбы разобьете об этом. Ну, я имею в виду, когда уже шла работа, и это я имел в виду, и смех поднимался. Кстати, к сожалению, многие наши тоже вместе с ними смеялись над этим, что кто-то придет, поможет, что-то такое. Ну, никто не мог поверить. Это трудно в это поверить, но на самом деле это случилось. Я по армянской части вам расскажу, что произошел психологический надлом, ребят. Вот в первые дни, представляете, эти обколотые гвардейцы, обколотые, не знаю, махедрионовцы, по городу шастают, по селам шастают. А ты человек, ну, видишь, человек с автоматом, там еще какие-то гранатометы у них, там некоторые даже не знали, первый раз в жизни видели АГС. Они на этот багажник москвича положили там, ходят, всех пугают, но все пугаются. Конечно, оружия нет, а до этого все охотничьи ружья практически были изъяты. Поэтому ситуация была, конечно, ужасная к началу войны. Мы были безоружны. Когда Гагру сдали вообще практически в районе, ну, особенно армянская часть была практически деморализована. И уже будучи в оккупации, ну, пришлось поработать над созданием местных групп. С освобождением поселка Цандрипш, с освобождением Гагры мы, конечно, воспряли и вышли из этого, из оккупации уже вооруженными. У нас сразу мы влились в первый Гагрский батальон, там две с лишним роты. Я стал командиром роты, Карикян Саркист, царство ему небесное, мой будущий заместитель. У нас возникла идея создать подразделение. С этим мы поделились с Альбертом Каспаровичем и пошло-поехало. Вы в руководстве были тогда, принимали решения сами. Поэтому вы можете сказать больше, но к 93-му году, к февралю, да, к февралю мы уже создали батальон, о котором, ну, не только народ Абхазии слышал, и наш враг до сих пор говорит об этом. С нами, с Абхазами воевали преднестровцы. Хотелось бы отметить, что к тому периоду, когда начались боевые действия здесь, у преднестровцев уже был опыт войны. И первые добровольцы пришли к преднестровцам. Казаки пришли, поддержали преднестровье. И буквально вот 7 дней тому назад преднестровье также отмечало день памяти погибших в своей войне. Более 800 человек преднестровцев свои головы сложили там, в той войне. Но когда нам было сложно, приехала большая группа. Сначала приехало 25 человек, а потом было еще больше людей, которые влились в наши ряды, воевали на Восточном и на Гумистинском фронте. Вот представители, я даже удивляюсь, что многие из них привезли с собой какое-то оружие. Оружие, которое было сделано в Приднестровье. И хочется еще одно об одном сказать. Когда начались боевые действия, политическое руководство Приднестровье сразу связалось с политическим руководством Абхазии. Кроме того, что там устно были высказаны какие-то слова, пожелания, сюда была направлена большая группа технических специалистов, которые в Гудауте на базе тех предприятий, которые были в Гудауте, начали налаживать выпуск какого-то вооружения. Я хотел бы остановиться на двух очень важных, на мой взгляд, моментах. Первое. Начало войны, 14 августа. Тут рассказывали, как все это происходило, что предшествовало этому. Это было пятница, действительно. У меня был выходной день. И тогда, когда я об этом узнал, первое, что я сделал, я пришел в военкомат. То есть это о чем говорит? Это говорит о тех стандартах, которым мы были обучены. То есть, значит, и вот все, да, так точно, да, все те люди, которые были, значит, ну на тот момент в запасе, они все знали, что им нужно делать. И все пришли не на площадь, не к дубу, да, там, вот, и не партийным органам, а военный комиссарят. То есть я, значит, что хочу сказать о том, что очень важно как раз-таки вот та военная подготовка, которая сегодня осуществляется, осуществляется, значит, Министерством обороны. К сожалению, значит, я иногда слышу сомнения, значит, да, и в обществе подвергаются критики какие-то, значит, наши действия от Министерства обороны, но я сейчас не буду озвучивать цифры и количество людей, которые в настоящее время обучаются, значит, да, но это достаточно большое количество людей и обученных, мои коллеги из Российского посольства, с уважением к вам, значит, за ту неоценимую помощь, которую оказывает, значит, Российская Федерация, Российское посольство, значит, в частности, да, и в целом Министерство обороны России, да, вот. У нас практически по всем направлениям, значит, сегодня идет подготовка. Для меня это очень важный такой, значит, момент, вот. Не было, вот, упадка, да, значит, духа, растерянности, да, значит, вот. Мы все понимали, что нужно сопротивляться. Второе, значит, нас всех сподвигло, вот это, я считаю, великим, значит, да, с заявлением, значит, нашего лидера, лидера нашей нации, значит, Владислава Ардзенба, который всех нас, значит, подстегнул, внушил, значит, нам, что мы, у нас есть шанс, значит, на победу. И даже в тех условиях, в которых мы были абсолютно, значит, окружены, это восточные территории, значит, там был создан восточный фронт, ну, и в то время, как история показывает, противник был разгромлен. Я даже могу привести пример интересный. Во время войны, я был в Чемчире, в штабе Восточного фронта, пришел один, значит, наш парень, добрался до Поти, оттуда прибыл в Чемчиру, и, говорит, я, как, пришел воевать за Абхазию, Грудиным, говорит, его закрыли, потом был обмен, обменяли, он воевал в Мокском батальоне, тяжело ранен был, потом перешел в Меркуйский батальон, там воевал тоже, и погибают за 34 дня в конце войны. Вот такие, значит, ребята были. Сессия была, вот в августе, когда, 2014 года, значит, вот, я, наверное, участвовал в Организации Объединенных Наций в Женеве, сессия по правам человека. И я там находился, и началась война. Очень большую помощь оказал, там был Кавказский центр, ну, это были в основном армяне, это был Иремян, его фамилия, кстати, он был директором Кавказского центра, имел огромные связи, вот, на... Это в Женеве, да? Это в Женеве, да. И вот он, мы с ним что делаем? Каждый день, мы, значит, я писал какие-то определенные записки, каждый день, два-три раза звучало о ситуации, событиях в Абхазии, что Грузия напала на Абхазию и так далее, там уже Абхазия, Грузия, начиная там звучать. И мне дали слово, значит, выступить 21 августа на сессии ООН. Позвонил, тогда я был, этот, Квадзбасади из Голландии. Я ему позвонил, я говорю, вот так, вот так, завтра прилетаю, говорю. В Москве не получилось тоже флаг сделать. Голубь, да, да, не получилось. Потом я ему звонил, он говорит, что, говорит, слушай, вот так никак не можем флаг сделать. Он говорит, какой, ну, тогда еще с рукой красный был, не было еще этого. А он говорит, он баил, говорит. Я говорю, завтра утром полетаю. Да, вот этот. Его жена, кстати, вот Каролина, помнишь, ты знаешь, да, вот она, она голландская. Когда утром я прилетел, они с флагом встретили меня. Ночью она сшила руками, вот это как-то они сделали, вообще не знаю. И этот флаг, этот, ну, висел, сейчас там находится, но висел до того, как поменяли вот это полосатый, пока не сделали. Там вот этот, вот я ему позвонил, я говорю, вот так, вот так, слушай, если кто-нибудь в Швейцарии есть, из нашей диаспоры, говорю. А что, ну, вот так вот завтра, говорю, там у меня выступление, говорю, желательно было, чтобы кто-то два-три человека, если придет, говорит, я им плакаты дам перед Жидевским дворцом, если встанут, говорю, так. Ну, чтобы Абхазия, там, с плакатом, там, война идет, чтобы люди знали, что это такое. И он так вот сказал, все, понял. И, ну, не понравилось, мне он, как это, он даже не выслушал героев. Утром я жил в российском там представительстве, там, где там рядом с дворцом нацией. Утром где-то полдевятого выхожу, группа людей стоят каких-то, там посмотрел. Думаю, что это, наверное, кавказцы на наших похожи. В это время этот Оскан Тарба, они тоже меня узнали, а выходит, ну, вот только что издуривший пришел, вот так по-абхазски. Если что, достоин жизни и свободы, то каждый день за них идет на бой. И вот история Абхазии, это подтверждение этому. Ну, и опять же, хоть это Иосиф Фессарионович хотел бы вспомнить, что враг был силен, тем ценнее наша победа. Так что всех вас, ветеранов, поздравляю, желаю всего самого наилучшего. Ну, а я по мере того, как буду глубже изучать историю Абхазии, тогда уже чего-нибудь добавлю от себя. Спасибо вам большое. Владимир Александрович очень серьезно уделял внимание информационной работе наряду с военно-политическими делами. Поэтому еще в январе 1991 года он нам поручил проработать вопрос создания корпунктов российских телекомпаний в Абхазии. И я хочу сейчас вспомнить имена. Мы встречались тогда с главным редактором программы «Время». Сейчас он председатель ВГТРК Российской Федерации. Олег Борисович Тебрадеев, он тогда был главным редактором программы «Время», он поддержал. Вот за нами было признано, вот здесь был создан корпункт Первого канала. Также мы тогда встречались с январь 1991 года. Потом мы встречались, как раз накануне была создана телекомпания «Россия». Мы там встречались, должны были встретиться с Попцовым, но так получилось, что мы встретились с генеральным директором, с первым замом, с генеральным директором телекомпании. Лысенко Анатолий Юрьевич, он активно поддержал. И вот так были созданы корпункты. И при этом, вот я сейчас слушаю, еще раз вспоминаю, и вспоминаю, как было гордо работать с нашими абхазскими политиками, депутатами. И когда было очень вовремя принято решение о трансляции заседания сессии Верховного Совета Абхазии. Я хочу обратить внимание, иногда очень путаю, события 14 августа. В 12 часов дня, 14 августа, Президиум Верховного Совета Абхазии принял постановление о всеобщей мобилизации. И редакция телевидения получила этот текст ровно в 12 часов. Мы его выдали в эфир в 12.30. Это вот о создании пяти батальонов, о всеобщей мобилизации. Это первый документ, который был принят Президиуму Верховного Совета. И мы успели передать в эфир. Следующий документ был принят, был записан, обращение президента Владислава, обращение председателя Верховного Совета Абхазии. В 22.30 он был передан в эфир. Записали мы где-то полдевятого в районе 9 часов. И Владислав Игоревич находился на территории пограничного управления на маяке. И записывали мы это в кабинете начальника пограничного управления. Он там находился для того, чтобы организовать связь, беседу с Ельцином. И там находился в ОЧ. И поэтому вот эти два главных, важных документа, которые были переданы, официальных документов. А так наши журналисты с первого дня сопротивления у эстакады, у 14-й школы очень достойно. Наши журналисты освещали все то, что происходило в стране. Одними из первыми добровольцами пришли в Абхазию через перевал. Вот, юго-эстинские ребята. Они пришли все абсолютно вооруженные полностью, экипированные. Вот и готовые к вступлению в бой. Прошло не так много времени. Мы говорим о том, что для того, чтобы наступило 26 августа 2008 года, нам потребовалось на алтарь этого признания положить многие жизни. И в Отечественной войне в Абхазии 92-93 года. И в Южной Осетии 89-92 и 2008. Дай Бог, чтобы сегодня наш народ был тем благодарным всем помощникам, которые в каждой войне шли по зову сердца. Вот те ребята, с которыми я беседовал, которые шли добровольцами сюда, многие вообще не знали, где находится Абхазия. Некоторые вообще, вот вечером он узнал, что утром едут. Ни дома ничего не сказал. Утром пришел, ребята говорят, мы его знать не знали, кто он такой. Он едет добровольцем. Кстати, и погиб за исповедение ГАГР. Вот тот зов, о котором говорилось, что он на генетическом уровне, сложился давным-давно. И сегодня никому не надо объяснять, что если вдруг, сегодня может быть какие-то бытовые невзгоды и так далее, но вдруг какая-то сложная ситуация случится, и опять будут те же добровольцы, те же кабардинцы, ацетины и так далее. Поэтому я считаю, что в единстве сила и народа России, и народа Кавказа, и Закавказья, если мы будем понимать друг друга с полуслова, то у нас будет завтра мир и благополучие. Я сейчас такой вклад не внесла большую в республику, но и в то же время я вместе с мужем, двумя диверами, прошла год этого ада, который происходил. На территории республики Абхазия. Низкий поклон хочу сделать и юарданцам, и сирийцам, и туркам, и кабардинцам, и Чеченской республике, и братьям осетинам, и тем же самым нашим братьям-казакам, которые, не считая жизни, выпивали 200-граммовый стакан чачи абхазской, и шли за абхазский народ. Да, это как бы было, да, было, все было. Поэтому мы сегодня должны чаще, наверное, рассказывать, да, ту подлинную историю, которая звучала. Я очень рад, что сегодня упомянули и Файфилова, и Евгения Баранова, которые внесли свой вклад в освобождение Абхазии, и на самом деле для нас это очень важно. И вот в этой ситуации я вот сейчас слушал, и я понял для себя, насколько это ценно слышать из первых уст то, что происходило тогда. И единственное желание – это желание, как можно больше молодых людей познакомить с вашими воспоминаниями и с тем, что вы пережили, потому что это не должно повторяться. И, ну вот, одно дело, ты когда читаешь, я просто еще раз, извините, что, может быть, повторяюсь, одно дело, когда ты читаешь, и другое дело, когда ты слушаешь, и когда ты слышишь, и когда ты чувствуешь эти эмоции от людей, которые это все пережили. Поэтому огромное вам спасибо. Ну а со своей стороны просто единственное – это, наверное, нам надо больше приложить усилия для того, чтобы молодых людей знакомить с вашей памятью. В первую очередь я хотела бы вспомнить, сказать о женщинах-матерях, чья роль очень значима в нашей истории. Каждая мать хочет сохранить своего сына, но каждая мать, посылая своего сына на войну, говорила, не позорьте наши седины. Тоже вот кратко-кратко буду говорить о женщинах-добровольцах, одна из которых здесь у нас с нами сегодня, которая 16-летней девчушкой попала сюда, в Абхазию, и воевала с пулеметом, который ей передал ее супруг. Если рассказывать ее историю, это отдельная история, о ней создан фильм, который называется «Пулемет Танюша». Также я хочу вспомнить сегодня девочку Ингрид Неделину, которая приехала к нам из Эстонии, 18-летней девчонкой со своим супругом Каспаром. Они поженились только-только, и они вместе приехали сюда воевать. И супруг погиб на войне, а она до сих пор осталась здесь. Их много. Очень хочется рассказать об участниках войны здесь, в Абхазии. Абхазок, русских, армянок, осетинки еще здесь местные. И даже одна гречанка, фамилия одной гречанки у нас обозначена. Конечно же, хочется о каждом рассказывать, но в рамках этого круглого стола это невозможно. Хочу сказать два имени. Тамары Авец Бейзукбая, которая потеряла на войне четверых сыновей. И которая нашла в себе силы участвовать в общественной деятельности страны и до сих пор работает главой администрации села Нижнейшир. Также хочу назвать имя щущанки Хеция, которая изменила ход исторических событий 16 марта. Это самая трагическая дата нашей истории, в котором погибли 222 бойца. И многие из них оказались на другом берегу Гумисты, и мы не могли получить их тела. В связи с этим были трудности у нас. Владислав Ардзенба не мог смотреть, глядеть в глаза матерей, которые потеряли своих сыновей. Каждому человеку, особенно родителям, дорого получить тело своего сына, воина погибшего. А в Абхазии это сильно очень развито. Наша ментальность, она сильнее подчеркивает вот это вот желание. И вот эта вот щущанка Хеция, потерявшая двух сыновей, встала и сказала, наши дети покоятся на нашей земле. Мы должны продолжать борьбу за освобождение своей земли. Вот тогда, когда наступит победа, мы сможем перезахоронить наших детей. Перейду немножко на другую тему. Во время войны была создана женская делегация, которую возглавляла Анна Телла Нуреевна Акаба. Мы ездили на юг России и на Северный Кавказ с тем, чтобы поклониться матерям, потерявших своих сыновей здесь, защищая нашу Родину. Мы, когда приехали туда, нам было очень тяжело появиться перед ними. И мы хотели попросить у них прощения. Мы хотели благодарить их за сыновей. Это были трогательные очень встречи. Но получилось так, что эти матери успокаивали нас. Мы приехали оттуда. Не то, что приехали, когда мы возвращались в гостиницу, мы не могли наговориться на эту тему. Как же так? Мы хотели их успокоить, а они успокаивали нас. Когда они видели наши эмоции, наши слезы, наше неподдельное горе за то, что их сыновья, защищая нас, погибали, они, наоборот, стали успокаивать нас. В 2000 каком-то году, простите, я очень плохо у меня с датами, к сожалению, мы ездили по указанию 12-й, по-моему, когда у нас был Анква президентом и премьер-пеннистром был Леонид Иванович Лакирбая. Мы ездили на Северный Кавказ. Делегацию возглавляла Ляля Чавагуа. И ездили, ходили мы по семьям, по многим, мы ездили в Майкоп, мы ездили в Абазу, в Кабарду, еще несколько, несколько регионов, но несколько делегаций было. В одной из делегаций была я. И вот мы кланялись этим женщинам и благодарили за их сыновей, которые пролили кровь за нашу Родину. И когда не забудут глаза женщины, которые ослепли от слез, которые она плакала по ночам, никому не показывая, но само время выдало ее, она ослепла от этих слез. И когда я, преклонив колено перед нею, стала просить прощения, стала благодарить ее, и вот она сказала, положив руку мне на плечо, и сказала, встань, девочка, мой сын, рожденный мужчиной, он воин, он должен был быть воином и защищать братские народы. Он должен был это сделать. Мое материнское сердце скорбит, но мой сын – это моя гордость. Вот такие вот слова. Зельма, она жива еще, да. И вот эти вот слова, они запечатлелись в моей душе. Мы не можем это забыть, мы не можем это не вспоминать вот на таких встречах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова